Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия. Боже, как давно я снимала себя на камеру. Сегодня я хочу записать такое видео про свой телефон. Казалось бы, зачем видео снимать? Вроде как по Star Stable видео снимает, и всё нормально. Нет, вдруг приспичилось снять видео про свой собственный телефон. В общем, про мой телефон. Очень давно у меня был телефончик такой Lenovo, ему, наверное, было два года. То у него это сломалось, то у него тот-то сломалось. И я долго думала, какой телефон купить, и я нацелилась на Honor 9 Lite и полезла искать в интернете. Мой iPhone... В общем, что в моём телефоне? Ребят, я нашла одно видео. И сегодня я решила снять сама для некоторых людей такое видео, потому что, может быть, некоторым людям оно будет полезно. Из полезного я могу сказать, что самое кайфовое в этом телефоне, я не знаю, для меня это шагомер. Особенно, когда он считает мои шаги. Если я вижу, что я приближаюсь к цели, меня это как-то мотивирует. А то, что я целыми днями на выходные дома сижу, это как-то наоборот показывает, что я какая-то слишком ленивая, и, типа, надо побольше шагать. Но на улице зима холодная, и как-то неохота никуда выходить. В общем, у меня модель на 64 гигабайта серого цвета. В комплекте идёт вот такой шикарный чехол. Я просто очень сильно обрадовалась, когда узнала, что мне не придётся покупать для него отдельный чехол. Это очень меня вообще обрадовало, если честно. У него две камеры на основной камере и две камеры на фронтальной камере. Также у неё есть сканер отпечатка пальца на задней панели. В этом телефоне вы можете выбирать, либо вы берёте две сим-карты, либо сим-карту и карту памяти. Форматы этих сим-карт я, если честно, не помню. Но это же не технический обзор, я не обязана это знать, правда? Если мы нажимаем, нас встречает вот такой вот экран блокировки. Мне очень нравится, что здесь сразу показываются шаги, но мне не очень удобно, что время показывается в нижнем левом углу экрана. Беру телефон, если он лежит на столе, я его беру вот так вот, нажимаю. У меня вначале идёт шок, где время. А оно вот тут вот. Да не, в принципе, нормально. Время же есть, да? Что дальше? Я поставила себе сразу разблокировку пальца. Очень удобно. Дальше вот у меня здесь такой рабочий стол. Я сейчас буду вам показывать, что на этом рабочем столе. О, боже, что у неё... В чем у неё захламлен телефон? Нормально. У большинства людей такой хлам в телефоне. И у вас, наверное, тоже. Значит, вот так вот выглядит мой рабочий стол. Так как сейчас зима, у меня настроение рождественское, разумеется, я поставила себе тут мой реквизмус, полное Рождество. Большинство приложений у меня на первом рабочем экране. Те, которые у меня... В которых я больше всего нуждаюсь. Все остальные, но они так, растасканные на второй экран. Значит, что у меня из основного... Ну, сообщения, контакты, звонок и браузер. Это святое. Пользуюсь я Яндексом браузером, потому что... Ну, потому что он мне удобен. Но он мне удобен всем, особенно, когда я в метро пытаюсь подключиться к Wi-Fi. Дальше идёт у меня ВК, Play Market, галерея, камеры. Вот этот ряд, это самых таких нужных приложений, которые я ими, может быть, и не так часто пользуюсь, но всё равно вот этот ряд у меня постоянно выглядит вот так, на любом телефоне. ВКонтакте, Play Market, галерея и камера. Так что по бокам у меня идёт следующее, самые крутые для меня в пользовании приложения. Это Инстаграм и Ютуб. Куда же без этого? Только в прошлом году поняла, что я просто залипаю на Ютубе. Как бы я и сама витосики туда стараюсь выкладывать по Star Stable, но я ещё и залипать в них не умлю. Вот если я сейчас нажму, вы увидите, что я недавно просматривала корейцев. Причём в большом количестве, наверное. Да, вон всякие влоги, корейцы, опять корейцы, Star Stable, влоги, смешарики. Так, потом у меня идут две папки. Я обычно папки не именую. То есть, видите, папка 2, потом где-то папка 1. Вот. Я просто как бы, ну зачем их переименовать? Может быть, когда-нибудь сяду и переименую, наконец-то. Значит, в папке номер 2, назовём её так просто, у меня есть Shazam. Я его во всех своих телефонах вечная проблема. То удаляю, то устанавливаю, бла-бла-бла-бла-бла. Но сейчас у меня есть постоянный доступ в интернет с телефона, и поэтому он у меня есть здесь, потому что у меня вечная война с Бургер Кингом, что я сижу там, и там играет какая-то мелодия, а я не успела посмотреть на взлание этой мелодии, и Shazam срочно выручаю, потому что вот... Мне обычно нравится, что у них играет. Потом здесь есть приложение Tini Scanner. Ребята, вот, серьёзно, это очень крутое приложение. Просто суперское приложение. На чём бы вам показать-то, даже не знаю. А давайте даже вот так вот. У меня вот тут есть одна бумажечка, я возьму её и сфоткую. Просто, чтобы вы поняли, что это. Правда, она вся мятая. Ну, допустим, у вас она идеально ровная. Слишком всё плохо. Ну, как-то... Давай. Ну... Ну, допустим, как-то так. Значит, что мы видим? Тут, правда, плохо всё видно, ну, потому что бумажка вся мятая. Суть в том, что это приложение, оно делает из любой фотографии чёрно-белый скан. Как и жалко, что у меня этого приложения, что вообще телефона нормального смартфона не было, когда я училась в школе, и нужно было там тетрадки у друг друга занимать, что типа, дай переписать лекцию, дай списать домашку. По мне так это очень удобно. Тут можно ещё выбирать степень черноты, скажем так. То есть все вот эти вот мятины, он их видит и он их воспринимает тоже как на скане. Я пока что этим приложением не пользовалась, но я уверена, что оно мне ещё понадобится. Так, значит, Яндекс.Диск. В университете я поняла, что это вот просто без этого никуда не выживать просто. Когда ты в университете, у тебя должно быть два приложения обязательно на телефоне. Значит, вообще самое главное, у тебя должен быть доступ в интернет всегда. Это почта и Яндекс.Диск. И ВК обязательно. Если тебе что-то нужно распечатать или куда-то донести в университете, показать, если это на компьютере, ты должен это закинуть себе на Яндекс.Диск, на почту, а ссылку этого файла с Яндекс.Диска отправить ближайшему другу, у которого наверняка с собой всегда интернет с контактом. Поверьте мне, я могла всё это, вот один файл скинуть на эти три вещи, и там сработает из всего этого только что-то одно. Сколько раз спасала, сколько раз вообще выручала. Потом я скачала такое приложение, как «Школьный дневник». Звучит как-то слишком гру... Это... реклама. Слишком как-то страшно, потому что, ну, это же школьный дневник. Но знаете, планировать что-то мне здесь удобнее, чем в календаре и в тех же заметках. Вы просто пишете свои планы. Покажи нам планы. Вот он нам пишет. И причём он пишет на ближайшие... Так... Вот. Значит, он показывает на вчера, сегодня, завтра, следующие 7 дней, на месяц, следующий месяц и вообще все. Училась бы в школе, тоже бы постоянно пользовалась. Мне вообще прям... Нравится вот так. Дальше переводчик, но тоже стандартное приложение. И заметки. В следующей папке у меня только игры, два календаря для девушек. Вам, наверное, это не надо, но если вы девушки, то, пожалуйста. Раньше я пользовалась вот этим вот приложением «Мой календарь» вот этим вот. Пошла видео, где рассказывается про вот этот календарь. Нереально удобный. Если ты сидишь, и у тебя вот самое начало вот этого вот завиточка, то ты можешь от злости просто сидеть и вот так вот крутить, чтобы успокоиться. Вот. Потом у меня идут часы на рабочем столе. Только будильник. Приложение... Приложение. Папка популярная. В этой папке у меня находится то, что я не скачивала. Хотя, знаете, иногда так хочется перейти целиком на Facebook и почувствовать это, каково американцам. Просто самые тоже важные приложения для вообще путешествия по своему родному городу. Это транспорт, Яндекс.Метро, Яндекс.Карты. Всё. Больше мне ничего из этого не нужно, чтобы выживать в своём родном городе. Я люблю очень фотографии. Я люблю картинки вдохновляющие, красивые, как-то этнические. Вот как раз почта, Pinterest. Ну, Pinterest... Ну, тоже фотографии. Я люблю фотографии, картинки всякие. И Алиэкспресс. Святое. Музыка. Ватсап. Вопросов нет, почему это на рабочем столе? Water Dream. Ой, не о проблеме. Два стакана воды в день. Максимум. И оно мне помогает следить за этим. Так, потом... VK Music Player. Я не люблю приложения, которые кешируют. Я люблю, когда они должны сразу же скачиваться на устройство. Вот. Алиас и Крокодил. Это очень смешно. Но ты развиваешь свою мимику, пытаться изобразить какое-то слово. И... Ну, в общем, это весело. Потом, мои темы. Это встроенное приложение. Чем мне нравится телефон Honor? Потому что у них вот это вот всё встроено. Мне очень нравится вообще, как у них обои ставятся. Потому что то, как у меня на Lenovo Vibe ставился, это вообще ужас какой-то был. Ой. Ой, а тут как раз можно экран блокировки поменять. Starbucks. Но я по Starbucks вообще не хожу. Меня туда затаскивает раз в год один лишь мой друг. VSKO или VCO. Везде по-разному говорят. Потому что оно позволяет так поиграть с эффектами. Не буду говорить, где я скачала это приложение. Но вы же поняли, что когда все фильтры открыты, вы либо супер богаты, либо вы скачали не с официалки. Колька их тут. И розоваты. И вот такие. И такие. И вот такие. Я до этих фильтров даже ещё ни разу не докрадила. Потом запето. Зачем скачала? Не знаю. Мне стало просто интересно. Я зашла в нём поиграть. Фонарик. Надо сказать, у него очень сильный фонарик. Зеркало. Ну, в принципе, да. О! Ой, ой. Заскакала-то как мамочки. I care. Я не знаю, что это за приложение. Я не заходила, в него не копалась. Компас я не проверяла. Центр игр тоже не заходила. Дальше тут все резервные копирования. Вот. Здоровье. Здоровье это как раз то приложение, которое автоматически считает ваши калории, которые вы потратили. Расстояние, которое вы прошли. И ваши шаги. Ну, видео, хонор, это я всё... Этим я ничем не пользуюсь. Ну, Сбербанк я ещё сюда закинула. Mi Fit я скачала заранее, потому что я хочу Xiaomi Mi Band 3 купить. Я решила заранее его установить, чтобы потом не искать. Но, знаете, на телефоне всегда куча приложений, в которые я тогда же никогда не залазил. Это Burger King, KFC, акции, купоны. Мы же все студенты. Почти все студенты бедняки, и мы все этим пользуемся. И кукольная мультипликация. Да, я иногда играюсь с этой мультипликацией. Камеры тут две двойных по 13 мегапикселей. Встроенной памяти 64 гигабайта. При всей вот этой загруженности, всё, что я в него скачала, фотографии делаю, а фотки я с него делаю часто. Свободно 35,57 гигабайта и 64. Почти половину я уже заняла. Ну, и то, как бы, некоторые приложения хотелось бы и удалить, а потом ещё и вообще удалю. Вот. Телефон этот есть в трёх цветах. Он есть, значит, чёрный, синий и серый. Что я могу сказать? Если вы любитель фотографировать, сидеть в соцсетях, а по большей части именно фотографировать, но вы не профессиональный фотограф, а так для себя, берите его, мне он лично очень сильно понравился. Я его ещё взяла с кучей-кучей всяких скидок, акций, чёрной пятницы, с кэшбэком ещё, кстати, да-да. Я от него в полном-в полном восторге. В первый день, когда он пошёл со мной на учёбу в университет, я столько активности не проявляла, наверное, на уроках никогда. Про технические характеристики я ничего сказать не могу, я не обзорщик техники в этом смысле. А как пользователь? И что в моём телефоне? Я вам рассказала и показала. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, если вам хотя бы понравилась атмосфера, харизма, ну или просто, что я очень весело рассказала про мой телефон Honor 9 Lite. Пока! Ставь лайк, ведь это видео было смонтировано в Sony Vegas Pro, а я обычно монтирую в другом видеоредакторе. Спасибо!